Привет, друзья, с вами Диван и Голос Формулы-1, это 5 быстрых выводов в Гран-при Великобритании. Изучаем езду в сложных условиях вместе с Сэром Льюисом. Для тех, кто не понял, это отсылка к моему телеграм-каналу и к постоянной рубрике, где мы изучаем мир моды и стили вместе с Сэром Льюисом. Ну а здесь я бы хотел поздравить всех фанатов Льюиса Хэмилтона. Дождались... 21-го года не было победу у Сэра Льюиса Хэмилтона. А здесь, конечно же, его хейтеры скажут, ну что такого? Ну вот тут вот как-то так случилось. Да нет, это была потрясающая гонка. В целом этот сезон просто великолепный, я не перестаю это говорить. Каждая гонка, каждая гонка, она как отдельный сезон. И вот этот именно сезон, он подтверждает то, что гонки, гран-при, это именно гран-при. В этом весь смысл, что каждая гонка должна в целом рассматриваться как отдельная, ну, личность, если позволите, как отдельное событие, как отдельный праздник. И в этом сезоне большинство гонок именно такие, от чего мое гоночное сердце просто разрывается на части. То один выигрывает, то второй, то постоянная интрига. Сколько в этой гонке было смены лидерства? Сколько здесь было всего? Мы об этом обязательно еще сегодня поговорим. Но все-таки давайте вернемся к Сэру Льюису. Сильверстоун, это действительно место силы Льюиса Хэмилтона. Вы посмотрите, что он здесь творил в GP2. Вы посмотрите, да сколько гонок здесь было в Формуле 1, и почти каждая из них была великолепной для Льюиса. Я не знаю, как он сделает. Это магия вуду какая-то. Но Льюис Хэмилтон на Сильверстоуне, это всегда что-то с чем-то. Это просто великолепно. И здесь, наконец-то, вот та самая долгожденная победа. Я почему так рад? Потому что, ну, вы знаете меня, я люблю, когда выигрывает кто-то совсем с самого низа. Я люблю, когда кто-то достигает каких-то успехов. И, конечно же, те, кто были еще недавно на Олимпе, и потом они буквально скатываются вниз, потому что и техника не позволяет, и вообще все как-то через одно место получается. В конечном итоге все равно, благодаря своему труду, благодаря своему опыту, благодаря своему мастерству добиваются вновь хороших результатов. И это действительно здорово. Я поздравляю всех фанатов Льюиса Хэмилтона. Вот так вот надо ездить в сложных условиях. Вот так вот надо ездить на Сильверстоуне. Кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал? Слушайте, сколько я не возвращался к этой теме. Наверное, с какого-нибудь последнего обзора по имени Господь его душу. Еще раз вернусь. Я в пяти быстрых выводов никогда не заострял, потому что люди могут не понять. Надо быть в контексте. И вообще, на темнение, кто вам? Вот просто сейчас успокойтесь. Выдохните, посидите спокойненько. Чайку себе там заварите. И просто поразмышляйте. Кто вам когда-то сказал первый? Кто был первый? Кто этот негодяй? Кто первый сказал вам, что Шарли Клер – это невероятная надежда Феррари. Это будущий чемпион. Это гений, мать его. Это волшебник. Кто это, скотина? Потому что... Потому что... Вот и вы говорите, что он никакой. Он дутый чемпион. И вы тут же у вас. Стратегия Феррари – говно. Само Феррари – говно. Все мудаки. Какой-нибудь типа меня, говорящая голова, так вообще идиоты, кретины, ни черта не соображают. Мы все уроды. У вас все виноваты. Кроме Шарли Клера. Потому что его надо в попу целовать. Потому что он будущая надежда и чемпион Феррари. Но только эта надежда уже сколько лет никуда не едет. И совершает какие-то странные вещи. Да, все виноваты. Вокруг все виноваты. Ну, просто... Ну, все, да. А виноват один человек. Один человек, которому надо прийти, плюнуть ему там, не знаю, в ду... На страницу насрать. Потому что он вас когда-то наеб... And the Oscar goes to... P6. Или куда там отвалился в Оскорпиастри после этого странного маневра. Так, я надеюсь, в прошлый раз никто не обиделся. Буквально один вывод назад. Come on. Мы все адекватные люди. Короче. Макларен. Феррари, Макларен. Макларен тоже всегда был ведром с болтами, с гайками. Короче, Макларен. Зачем? Ну, зачем это надо было делать с Пиастри? Это вообще что такое? Это вообще что? Это что было? Почему не заехать на двойной пидстоп? Потерять сколько? Сколько длится пидстоп? Две секунды? Ну, там, замешкались две с половиной три? Нет, надо потерять двадцать. Да, это какая... Что это? Причем это что вообще было? Зачем Оскара так просто накуканили? Вы можете мне ответить? Я не могу. В целом про Макларен. Молодцы. Хорошая гонка. Машина все еще чувствует себя отлично. Мы это видим. Мы уверены, что это один из бойцов сейчас за победы в Гран-при. А мы помним первый вывод. А здесь каждый Гран-при как сезон. Поэтому это очень круто. Тем не менее, здесь получилось не все. Что касается Ланда, я в одном из... Да, каком в одном из прошлых? Я буквально вот в предыдущем ролике, в быстрых выводах сказал, что боролись два чемпиона, имея Макса в виду и Ланда. И мне там даже кто-то написал, что да, Ланда не чемпион, ты что? Он только одну победу одержал. Почему люди понимают так буквально? Что с этим сделать? Короче, это не по факту чемпион, а по духу чемпион, понимаете? Так вот, Ланда, конечно, герой. Он сегодня как вот этот вот пингвин из мема, да, типа. Вот он просто несся. Он ехал на плохой трассе так, как будто у него стоят дождевые шины. Он молодец, он сумасшедший. Он просто отбитый, и он молодец в этом. Это просто супер, это обнимашки. Вообще, Макларен очень хороший в этом сезоне. Здесь был просчет по стратегии с Оскаром. Ну, и в конце было довольно странно с выбором резины. С другой стороны, Хэмилтон поступил точно так же. Поступил по-другому только один человек. Ну, поцелуйте там, я не знаю, восемь раз. Я не знаю, что нужно сделать с ней. Ханна Шмидтс же ее зовут, да? У меня только какие-то пошлости лезут, но это какой-то антифеминизм какой-то во мне говорит. Короче, ее нужно просто расцеловать, потому что настолько грамотно все сделать. Вот настолько правильно в очередной раз просчитать стратегию в гонке, в которой, казалось бы, все уже совершенно потеряно. И вот Рэдбул и Макс Ферстапиан приезжают на подиум, и не просто на подиум, а даже на второе место. Чуть-чуть не хватило до Льюиса, но еще раз повторюсь, Сильверстоун это место силы Льюиса Хэмилтона. Хрена вам тут чего достанется кому? А он здесь без колес выигрывал вообще-то. Так вот, и возвращаясь к Ханне Шмидтсу, возвращаясь к тому, что произделали в Рэдбуле, это просто потрясающе. Они просто молодцы. Она какой-то отдельный герой. Вот каждой команде по Ханне Шмидтсу было бы просто что-то невероятное. Вот этот Харт, я там прикалывался, сидел в чатике у нас, писал, что, говорю, мне так кажется. Я, кстати, по-моему, даже в канал запостил, что типа вот сейчас бы, знаете, вот сейчас бы Ланды еще, собственно говоря, с Ферстапиным бы сошлись. Там вот этот Харт где-то недалеко. Эти бы все вернулись, и этот опять около подиума. Но тем не менее, насколько все было разыграно грамотно, насколько все вообще гениально, насколько все правильно. И вот ты сразу понимаешь, что такое чемпионы, что такое правильные люди в правильных командах. Ведь именно они в итоге делают из нее чемпионскую команду. Да, Макс здесь не выиграл, бывает, и он, как бы, может быть, чуть-чуть будет расстроен. Но Макс из тех, кто сильно-то не расстраивается. Тем более, в чемпионате все еще все хорошо. Но отдельные слова благодарности за чуйку. Знаете, есть такое слово, идиотская чуйка. Вот у Ханны Шмидтс чуйка есть. Ну, тут сердечки халку, друзья. Ну, сердечки. И раз уж упомянул, конечно, да. Вновь хочется пошутить, что около подиума. Но нет, Макс с Ландой не сошлись. Это лишь юмор. Красавцы. Хаас, вторую гонку подряд. Хаасцы. И то, что делает Хюлькенберг, это просто... Это что-то с чем-то. Человек в очередной раз доказал, что он здесь не зря. Проехал потрясающе. Да, пускай это проклятие антипобед, антиподиумов висит над ним. Но, черт возьми, вот на кривой кобыле так ехать. Это, знаете, это просто радость, как я и говорил. За тех, кто мало чего может добиться из-за техники, из-за каких-то обстоятельств. И когда он этого добивается, всегда отдельное большое счастье в глазах и радость. И сегодня эта радость летит Хюлькенбергу, пожалуй, даже больше, чем всем. Даже больше, чем Хэмилтону. Короче, Хаас поздравляем, Хюлькенберга поздравляем. Гонка просто чума. Вот все, друзья. Это были пять быстрых выводов в Гран-при Великобритании. Уже завтра это мнение может поменяться просто потому, что это быстрые выводы. А на то они и быстрые. Может оно поменяться к подкасту, может еще, знаете, а может и не поменяется. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на телеграм-канал. Если есть возможность, поддержите рублем. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Обсудим все, что здесь было, потому что мы здесь для общения, а не для какой-нибудь там ненависти.